Когда человек занимается тем или иным видом деятельности, так вот, когда эти зоны мозга начинают целенаправленно работать с окружающим миром, то есть цели направлены, то есть по какой-то цели нацеливаются, то в такой ситуации мы уже можем говорить о диаграмме направленности мозга как приема излучающей системы. Ну, поскольку мы все-таки и в большой степени технари, поэтому нам приходится на техническом языке видеть деятельность тех или иных систем организма, поэтому терминология иногда бывает чисто технической, но зато суть явления, в общем-то, вам можно показать, потому что на другом языке этого показать, ну, скажем так, нам не удалось, приходится разговаривать на многих языках, но суть, вот она все-таки на техническом и физическом языке передается в образных картинках достаточно хорошо. Итак, в горизонтали, в социуме, есть у человека 12 ролей обычных, но мы говорим о диаграмме направленности работы мозга человека как о трехмерной картинке приема излучения, где в направлении развертывания индивидуального времени существует так называемая биологическая составляющая работы мозга, это лоб и затылок, где есть социальная зона мозга, социальная, это зона мозга над ушами, и есть вертикальная составляющая работы мозга, это так называемая духовная составляющая работы мозга, она заканчивается у обычного человека вверх на темени его, а вниз уходит по спинному мозгу. Значит, это вот такая трехмерная система координат, и три основные роли, которые играют люди, это либо человек как биологическое существо, либо человек как социальное существо, либо человек как творческое духовное существо. Продолжение следует...